Собственно говоря, третья уже карта Гранд Финала. И посмотрим, кто же на ней окажется сильнее. Если сейчас выиграть Апрайзинг, то они почетно занимают первое место и являются лучшей командой по версии Арима Фон Гейм в августе. Ну и, собственно говоря, едем дальше. Едем, едем, едем. С вами по-прежнему Джерман Джерман. И всем еще раз привет. Всем еще раз привет. Ну и давайте посмотреть за незарубой, которая по сути, по сути, возможно вершит все, к чему так стремились ребята за прошедший август. Ну чего, поехали. Еще не устали, ребятки? Надеюсь, что нет, потому что, возможно, у нас еще есть последующая карта, если сейчас на прайзинге проигрывают. Ну, посмотрим, как настроены сейчас нового прайзинге на подъеме, на подъеме своих моральных кондиций. Ну и посмотрим, куда же двинется атака у нас от Пайф Элеменса. В принципе, стандартчик 2-1-2, 7-0-3 будет на мосту отыгрывать. Уже появляется информация по мосту. Двое у Ашек у Пайф Элеменса. Ну и посмотрим, как будут отыгрывать эти ребятки с этим девайсом. Пионер, чё, опять падаем с медла, никого он там не нащакивает. Все довольно пассивно, пока понятно, что притираются друг к другу оппоненты. А здесь у 17-0-3 хорошая позиция очень. Ну и посмотрим, как он ее реализует. А вот и есть первый контакт на карте. Там еще, ой-ой-ой-ой, там у Аски на 52 кп остается проблемки у молодого человека. Ну, неплохо, там неплохо. Расбираю с Альфой и забираю пуха. Ой-ой-ой, как бы на прогресс вышел Неваду. Цыганы так же забирают передозища. И уже будет установленная бомба под Альфой. 13-12 в двойке сейчас находится. Возможно, именно он предрешит и перевернет этот раунд. Но здесь 13-12 не понимает, что мог ездить в зеленом, а нет, понимает. Но здесь уже все-таки 1 в 3, 17-3 в трех противских уловах. Ну и да, и довольно, в принципе, уверенно забирают этот раунд. Благодаря Тимохе квадрокилл парень делает обалдеть. Ну что же, Тимоха начинает собираться. И подбодривает наверняка своих тиммейтов, мол, ребята, погнали. Мы че? Просто так, что ли, так долго шли к этому финалу? Ну, если у нас 0-3, то снова на мосту, а вот теперь Аскен окажется действительно сильнее. Ну что же, мост отпал. Возможно, винты сейчас или мидл пойдет это делать. Как вам сейчас у вас их забирать передозу? 13-12 отвечает так же плохим минусом. Ну и дальше это будет выход под бет. А нет, решат, кстати, не-не-не-не, говорят, парни, пойдем обратно под ноль. И бэкнемся подаль. Передой привет, аркейд из Зиманга. Залетает, привет такой. Ну что, Невада свеж. Свеж. Свежачок. А вот Пионер напоролся на Неваду, но здесь у цыгана так же проблемки. У цыгана это не так уж и много ПП. Пух неплохо разменивается как раз таки по цыгану. И это 2-2 отыгровка. Аскен в тэшке, фулловый. Ак-3-12 фулловый, но если сейчас выйдет на перекрест, то... Джи-Джи-ВП. Так, слышал, слышал. Тринадцать-двенадцать флешки одного. Ой, двенадцать хп у Тимохи. Тринадцать-двенадцать забирает одного. Он попытался выйти на размен Пух, но Аскен говорит, нет, пока я не готов перестреливаться. Один в один, отойду, чуть-чуть подумаю. Ну, а дальше я, возможно, сменю местоположение, чтобы как раз таки и делать. У нас он ходит на ноль. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Пух сейчас просто подорвал. Уверенность Аскена, мол, Аскен думал сейчас, ой, я уйду, так выйдет на бет, он спокойненько даже не узнает. Но нет, Пух сыграл действительно очень круто, он прочитал всю ситуацию. Ну что же, поставленная бомба на бете. И как будет отыгрывать Аскен в этом моменте, сейчас действительно будет интересно. Занимает очень, ну, очень дефолтную позицию, но про неё начали все забывать. Просто задергал бедный пулк Аскен. Бомба деактивирована. Господи, как-то... Миссия успешна. Без дымов, без всего. Просто забайтил. Ей-ёс, господи, просто идите кушать. 1-1. А прайзинге после такого просто обязаны забирать следующий раунд на плюс морали. Заблотил тут своего тиммейта. Тимоха. Ну что? Хаешка на бок падает, никого она не задевает. Ну что, выхода ориентировочно, конечно же, подальку, это будет и винты, скорее всего, от Аскена. Ну, на боковой вот этот товарищ имеется, который может очень много дров наломать. Ну нет. Здесь Невада, говорит братан. Ты не туда пошёл. Невада так же. Погибает нас от Тимохи. Тимоха забирает его. Ну, 18 КП ещё остаётся. А здесь уже идёт Аркада. У Тимохи большие проблемы. На боковой также остаётся Аскен. Давайте за ним посмотрим. Возможно, он перевернёт разве свои команды. Перестрелка с пухом есть. Ну и Невада пока не высовывает. Ещё передо, прошу прощения за зелёного. Ну и Аскен уходит под бету, потому что Пионер также уже проходит под мост. Ну, это у нас 12 ловит. Это передо, что сутки Аскена. И похоже на 2-1 от команды Апрайзинг. Ой, какая пачка. Какая жёстенькая пачка сейчас залетела. Ну что, это 2-1 за Апрайзинг у нас. На третьей карте. Ну и здесь в Афелемент не имеет права на спиле в ошибке. Давайте на мидл посмотрим, кто будет принимать мидл. Вот этот вот товарищ. Ой-ой-ой. Как мог сейчас собрать уражай. Там смох опять же родовый остаётся. 8 хп у него на счету. Цыгана также неплохо отыгрывает. 17-0-3, но здесь ЮАскен. Цыгана как же жёстко отыгрывает. Но здесь Невада не понимает, что под ним также есть игрок. Это очень быстрый раунд на 30 секунд. И 2-2. Очень агрессивный раунд на 5 элемент. Сначала он мог быть вообще в корень загажен, если вы там забрал до троих сразу у нас игрок Апрайзингов. Но нет. 17-0-3 принимает решение отыгрывать снова мост. В принципе, довольно-таки дефолтная его позиция, но уходит гуд. И очень старая заготовочка. Три моста закрытую. Мы ещё делали в нету пиа с Греем, Кситом, Фридом и Фаршом, когда у нас будет состав. В принципе, игралась она очень уверенно. Ну что же, да, именно всё точно так, чтобы на месте пионера на Т-спауне занималась у нас на красном позиции одна, которая встречала аркаду очень тихо. Один вот как раз-таки в Т-шке был и три под мостом. Сидели. Ну что же. И мост начинает своё похождение. Цыгар забирает. 17-0-3 у нас неплохой раунд в исполнении Five Element. Но он ещё далеко не закончен. Вот это ланшот от Передуаза Невада. Так, как хорошо и с голову к корпцу. Ооо, какие минуса. Думай, гладёт Тимофа, но моментально пух так же разменивается. Ой-ой, походу. Увидел, увидел, увидел пух своего визави. Как, как, как... Чё-то я не понял, как он такого проморгал. А цыгана вообще ушёл под винты. Вот это действительно интересно. Тимофа. Забирает пухан на квадрате неплохо. Прям рэпчик. А цыгана выходит в спину. Вот это поворот. Да. Всё вот так вот и завершается. Это 3-2, Five Element. Снова впереди. Цыган 8-2, Чимон 8-3. Действительно, парни просто в 2 очка вытаскивают свою команду. Ну и идентичный рам. Точно такой же рам. Команда Пайпелли. 17-0-3, неожиданно Аркадец визави под мостом. Ой-ой-ой, какой хэдшот в прыжке от цыгана. Мы здесь 13-12 также готов встречать эту позицию. Ну и понятно, что это будет бета. Но, скорее всего, сплитом в Альфу. Коростон также, да, находится в Т-шке. Готов мансылать. Готов отвлекать на себя внимание. Но здесь бета уже начинает активные раскидки. Все, пока довольно тихо. Примеряемся, ребята. Только плант в Альфу, только в Бетте. Ой-ой-ой, здесь Яскин должен был на восьмерке, конечно, слышать 13-12-го. Пух, все-таки дождался своего визави корпуса. Ну и бета начинает полным ходом делаться прямо сейчас. И Аскин, какой хороший тайминг ловит, забирая у нас 13-12-го на восьмерке. Здесь, пух, так же получает под голове от Аскина. Аскин разошелся, что-то. Цыгана также забирает передозы, остается один Невада. Ну что, это 4-2. И 5 элементов начинают, так скажем, усердно набирать свой раунд за атаку. Мы посмотрим, насколько долго их хватит. Возможно, даже 7-2 закончат, если все пойдет так, как надо. Аскин. Доказывает на мосту 17-03-го. Нереально, стрельба от этого парня что-то начинается, но и... 0-3 пока что пионер идет. Вот действительно, кому надо подсобраться. Невада, зачем-то пошел Аркадий Т-шку. Потерял просто так позицию. Ну и здесь под мостом Аскин пытается жить еще. Ну и Аскин живет, а тем не менее Альп тоже занята. И вот это действительно проблема для команды. Апрайзинг и похоже на 5-2. Бомба была установлена. Ой, кропачий, все-таки залетает. Передус. Лжа. Пять-два. 5-элемент довольно хорошо. Продолжает нас обыгрывать на второй половине. Ну и смотрим. Возможно, это будет пятая карта у нас. Точнее, четвертая, но по факту пятая. 17-0-3 находится у нас на мосту. Получается дым. Если сейчас этот раунд отдают у нас команда Апрайзинг, то на самом деле вообще все печально для них будет. Им никак нельзя давать в правду. Ну и вот 17-0-3 очень хорошо работает под бетой у нас. Ну и винты готовы выходить. Невада неплохо принимает эту позицию. 13-12 также по спине получает немного свинца. Выход из тэшки Тимофа. Забирает одного. Ой-ой-ой. Тимофа даблкил порабляет. Здесь еще и пионер. Как же сейчас 13-12 подставил себя и подставил, в принципе, команду. Фух, забирает. Но и так все-таки пионеры. 13-17 под трейдинг. Справляет ошибку своих тиммейтов. Это остается один портус. Давайте посмотрим. Ну и это раунд. Все-таки для Апрайзингов. И действительно появился небольшой шанс у них на то, что это закомбейтить на второй половине. Ну, посмотрим. Посмотрим. 5-3. Последний раунд первой половины на карте УВГ. И также Апрайзинг был действительно крайне важен. Если они его сейчас отдают, то большое преимущество уж очень на карте УВГ. Это 6-3. Такой закомбейт действительно труд. Ну, а 5-4 это уже другой разговор. Аптиминг. Аркер, снова забирай 17-го, 0-3-го под бет, он придется в 12-й раз сменивается хаешкой, но здесь уже бет так-то занята, альфа в принципе выходит вообще без каких-либо проблем и похоже на 6-3. Игорь, ладно, дальше я не буду читать. Бомба была установлена. Невада сейчас отправляет со стрельбой, убивает человека под альфину, 2-2, выбивание по хп принципу преимущества у Афразников, но здесь пионер, хорош позитивно занимает, забирает 13-12 и Невада 1-2 остается, будет дергать на дефюс, скорее всего, ну и здесь цыгана в принципе его и забирает. В 6-3 первая половина отпадает команде элемент, 5 элемент, ну и молодцы-молодцы ребятки, показывают, что не готовы они сдаваться и не хотят. Ну, поехали дальше смотреть, как тут разворачиваются события. Теперь Афразники будут интеллировать в атаке. Ну что, стартуем, стартуем вторая половина, карту в сыром городе. И едем, и едем, и едем. Так, ребята, надо кое-что сделать. Ну что, под альфа? 2-1-2, а также, в принципе, апразники отыгрывают у нас карту в ВВГ, понятное дело, что эта тактика довольно-таки... Не то, чтобы беспроигрышная, она самая оптимальная, и по тем, по тем, про там надавить можно, какая-то либо точка должна упасть. Но если и не та не та не упадет, ну то, сорян, значит, не ваша карта. Так, сдвойки. А в закрытую играют у нас Five Elements. Вот это действительно сюрприз. Будет для команды Афразники и выкупинает позицию. Корпус также получает корпус винца в тело, 44 ТП у него остается. Афразники и выкупинает позицию. Ой-ой-ой, эта пачка 1703-2 вылетает. Невада также вырывается под альфу, неплохой минус подбойки есть, ну и можно, в принципе, уже устанавливать флаг, хотя и там, и там игроки находятся. Но здесь Этимохи очень многое зависит, стяжка идет в обратно, но Этимохи читает здесь этот тайминг. Цыгана под бетоном. Невада, Невада пытается его начекать. 1703-3, кстати, забирает пионера также у нас на бете, ну и... Цыгана остается 1 в 3. Думаю, есть, конечно, информация, что-то он застрял, застрял, но... 6-4. 6-4 за коллективом Five Elements по-прежнему преимущественно сохраняется в 2 раунда. Начало миссии. Ну, а прайзинги уже, в принципе, нащупали, нащупали нить, который нужно им идти. Но, возможно, Five Elements сейчас куда агрессивнее сыграют. Корпус готов, кстати, в упоре принимать своих оппонентов. Но там все у нас 0-3 с Пухом, будут они, наверное, чекать все-таки эту позицию. Конечно, залетает никого, она вообще не чекает. Ну, и здесь будет контакт на карте. Фу! Забирает одного. Также погибает и пионер на бета, и бета уже открыта. И что-то, может, действительно является крайне преткновением для команды. Five Elements действительно эту позицию надо как-то ему укреплять, либо более агрессивно отыграть. Невада также забирает. У нас Цыгана подальше, но это и альфа порвалась, и бета порвалась. О чем я и говорю в начале раунда. Если ни та, ни та точка не открывается, а это именно это тишка данной атаки, там, данной такой расстановки 2-1-2-1, то действительно, ребята, это не ваша карта. Но это, походу, не про апрайзингов. У них и альфа открывается, и бета открывается. Все довольно-таки круто для них складывается. Аскен забирает Неваду, но и остается один Тимох, который там же погибает. Так, ну и что же. Шесть. Пять. Шесть. Пять. И один раунд отделяет апрайзингов от их. Оппоненту. Пока что до сих пор в роли преследующих у нас апрайзингов является. Ну и нужно поагрессивнее, как мы можем сейчас встречать у нас звездному и компанию. Но здесь цыган уже отваливается под альфой. И вот это поворот. Кладутся дымы на двойку, и здесь Аскену предстоит очень жестко. Ловить какие-либо тайминги, потому что дымы вообще ничего не видно. Но максимум красный индикатор пробегающий именно. Непосредственно на плен. Корпс готов также с домом встречать. Ой-ой-ой, есть контакт. Есть контакт. Как же Аниваду уже забирает. Там подалька Тимоху. И проблемы. Снова проблемы у команды Пайп Элемис. Неужели за атаку все так хорошо? А праздников нежели за Дефонс? Ну что, это вообще 5-0, походу, размен сейчас будет. Остается один лишь Пионер. И заметьте, 17-0-3, что потерял 36% здоровья, остальные все фулловые. А, нет, и ладно, так же потерял совсем чуть-чуть. 16 кп мы сняли. Ну и Пионера 1-5. Ну это вообще никуда не годится. Это 6-6. И есть информация, есть информация. Кладется на лопатку пуха Пионер. Ну и дальше может быть 17-0-3. Ну и тогда 17-0-3 просто свинтов поднялся, забрал своего оппонента, который перестаревался на бете. Ну и 6-6. Все, нуля. Ну и если в таком же ключе продолжат апрайзинге, то у Элементов просто нет никаких шансов на стороне Дефонса. Снова мост отпухая, 17-0-3. Снова эта зловещая точка для команды Пайп Элемис. Но здесь Аскен. Ну возможно на стрельбу этого парня полагает сейчас ребята. Стоит он за Капучино. А, DC-шечку приготовил для своих соперников данный товарищ. Невада опять же забирает корпуса под Альфой, но что-то действительно вообще не клеится у ребят. Там уже дом занял 17-0-3 и Сишка оказалась вообще бесполезной для Аскина. Не передоз, так же забирает под Альфа еще одного, но и здесь дабл-кел передозище. Альфа просто терпит фиаско. Пионер находится в двойке Аске, попробует что-либо сделать у нас с нуля. Да, ждет он куха, ставит по нему неплохой фраг, но здесь спине, у него находится еще один человек. Да, его 17-0-3 изобревает. Пионер 1 в 4. Все фуловые. Пионер 69 хп. Просто, просто без шансов. Передоз здесь оформляет трипл-килл в этом раунде, но действительно Передоз просто на себя очень большую ответственность забирает в этой команде, но и ведет свою команду вперед. Казалось бы, такой трудный момент, когда проигрывает 6-3, но ведут уже 7-6. Четыре раунда подряд за атаку, сбирают апрайзинги, вот это действительно ошеломляет. Ну что, у нас куда двинется атака? Это похоже на мидл, и там уже будет встречать сейчас Пионер. Готов ли к такому выпаду Пионер или нет? На восьмерке откидывается хаеша, фух, и действительно, моментально, ой, тимоха, какие хорошие минуса под винтами. Дабл-килл оформляет, но моментально. Забираю. Ну что же, корпус, неплохо действует сигареты, на винтах фух, также получает корпус свинца, остается один Передоз. И похоже на 7-7. Ой, Передоз оставил там 1 хп. Корпусу. Ну что, это 7-7, дамы и господа, и накал страстей становится все больше, и больше, и больше, потому что последняя карта, вероятно, для команды 5 элементов, если они проигрывают топ, а праздник становится чемпионами битвы за август. Ну что же, Аскин, на мосту готов? Нет, не готов. Снова кладет, наверное, свою сишечку. Уже, наверное, положил, давайте посмотрим. Да, да, совершенно верно. Вот она, сишечка. Сишечка, малышчик. Так, ну что же, не ладно, она, кстати, погибает под альфой. И вот это неприятности. Команда Апрайзинг, опять же, начинается в этом раунде. Ну, походу, она это почувствовала, почувствовали элементы. В каком ключе нужно отыгрывать против элементов? Ой, против Апрайзингов, ну и действительно, этот дефенс у них задался пока что, судя по двум раундам. Ой, неужели через стекла не видел? Так, есть информация, фух и пионер. Перестрелочка, неплохая, Аскин. 18.03 его моментально забирают, даблкилл и передоз также, наводяшем под альфой. Это просто гэ-гэ-э-э. Ой, нет, цыган, это еще отличает. Хватим минусом, на 9 кп у него цель что остается. И садится на дефьюз. Ну что, 8-7, а, нет, просто прощение, да, 8-7 только за апрайзинг, хотел элементом подписать раунд, ну ладно, момент, 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 который сейчас, возможно, перевернёт всё, если забирают нас раунд, апрайзинг, то это два матч-поинта, но и на плюс морали даже, там, у нас ведь Корпс уже 3 хп ему оставляет, передоз, Как же жёстко он вертит свой оберданк, 13-12, ты вообще с нулём сидит у нас? Не получается 13-12 сделать какой-либо минус. У Корпса, на самом деле, очень большие проблемы сейчас в Альфе, на него пойдёт, не ладно, на него пойдёт передоз, и 3 хп более-менее в любом потеряешь, даже при попадании одной пули, действительно, ты оказываешься уже юзлос. Ну что, очень-очень медленно отыгрывает сейчас апрайзинг, очень медленно, не знаю, с чем это так вдруг связано, ух, кстати, так же, очень красный, порядка 7 хп у него, да, 6. И это все подальше переместились апрайзинги, вот здесь теперь действительно очень-очень жарко сейчас будет, и 17-03 начинает открывать именно эту позицию. Тегану по питонам, если его не прочёкать, будет больно, будет больно, 4 хп остается, тегану минус, ой-ой-ой, это 4 в 1, 5 в 1, разупрощение, ой, какая бодня команда Пайп Элемент, это 5 в 0, какой выверенный холд, просто апрайзинг здесь, на самом деле, очень сильно удивляет, 9-7, 2 матч-поинта, 17-03, отыгрывает, 13-1, передоз, 9-1, 6-5, не ладно, там дальше уже не важно. 17-03 просто что-то уничтожает, довольно-таки жёстко. Питер, Питер с тобой, походу. Ну что же, а вот и цыгану, скоро отвечаете плохими минусами, но здесь апрайзинге, походу, сразу за своё начинает. Ну что, 9-8, ещё один матч-поинт в команде, команда Абрайзинг. Снова, дефолт 2-1-2, по-моему, все раунды такие сыграны были от Абрайзинг, но они действительно были очень долгими. Ну посмотрим, допы, допы пахнут допами, пахнет допами. Ну посмотрим, будут ли действительно они. Корпус занимает очень дефолт, очень, точнее, не дефолтную позицию. Затан с полом, дабы как можно больше пожить, засейвиться, но и действительно здесь будет уже равная борьба, если на него всё-таки выйдут. У нас здесь только стоит в левую ширму прошить сейчас передозу, может вполне и шальная, так скажем, картечь залететь в голову корпуса. Передоз, в принципе, слышит, как он там прыгает, но посмотрим. Мост начинает своё прохождение. А вот уже и... Ой, какая пачка от Аскина, даблкил от Аскина, что он делает? Просто в соло коронит всё похождение бета. Ну и здесь действительно остаётся только выходить под Альпу, ну и нужно уже как можно было скорее выходить на эту позицию, но похоже на Дорда. 65 хп у корпуса под бетоном находится. Невада также рискует остаться без хп. Передоз может сейчас наказать своего оппонента. А вот и пионер, хоронит, помимо так, 13-12-го. Но это допы, это допы, дамы и господа. Уходим на серию дополнительных раундов, это 9-9. Вот и гранд-финал. Охохохохохо. Поехали дальше смотреть серию допов. Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой! Это нож от передоза! Ну что, есть образ от бету Но тут ПУ с передозом просто непоколебимой 4 в 2 ситуация, Пионер находится у нас Под домом, Тимофа у нас На вещах, ну и Тимофа будет Скоря все дальше выходить на головитель Mattery Поозицию Да, там только ПУ падаль ты И это 1 в 4 Здесь кладётся голова от Тимойки, ну и пойдёт ставить Лэн. А Прайзем до сих пор, кстати, дисциплинированно действует, несмотря на то, что как бы раундов им добирать её целую кучу. Ну, просто надо убить. Ребзи, собери. Пишите, как мне сказать, просто надо убить. Просто убить. Всё. Ну и передоус здесь, в принципе, довольно-таки легко, с Тимойки справляется. Это 12-10. 12-10, сюрпризинг я отыгрываю. 1 матч-поинт, мап-поинт. Ну, ещё две попытки есть у команды Пайп Элемент на то, чтобы закончить эту карту на этой серии до. Есть вылазка у нас под Альпу определённо. Опять же, от команды Пайп Элемент в корпусе, Тимойки напрягает, Тэш-потеробок. Ну и пока непоколебимо. Пу, забирается боковой корпус, я не знаю, почему. Так вот пошли у нас опять ребята. Снова Тэш-поинт остается, они для Тимойки. Пионер на респауне, ну и Аскен. Давайте за ним посмотрим, будет запрыгивать на коробке, наверное. Там 7-10-3 даже не подразумевает, что прошёл мост уже. Но, благо, есть 13-12. 13-12, должен сейчас убивать. Ну, Аскен, какую жёсткую пачку ставит по своему оппоненту. Ой, мог даблкил даже усветить. Ну и 37 хп остаётся. 18-13, убегает. Это 4-3 по-прежнему. Аскен очень решительно настроен против своих оппонентов сейчас. Понимает, что если сейчас они отдают раунд, это ещё один маппоинт. То есть, они его отдают, то там ещё одна серия топов. А вот на ней уже, возможно, они как раз таки и не вытащат. Поэтому нужно заканчивать прямо здесь сейчас и переходить на пятую карту. Так, ну что? Слышит, слышит пух, конечно же, своего оппонента в доме. Но здесь Невада. Ой-ёй-ёй, Невада. Остаётся соло под Альпой. А вот и Аскен. Выходит, вырубает одного, но здесь 2 хп у него остаётся. Конечно, что это раунд. Ой, один хп. Ну здесь просто время даже на поставку бомбы уже нету. Аскен из последних усилий пойдёт сейчас давить. Ну и, кстати, оставляющий 5 хп 17.03, а это 12.11. Ну что, последний маппоинт в активе команды 5.00. И действительно, обе команды демонстрируют очень хорошую защиту на дополнительных раундах. И это фаст миддл. Это фаст миддл. Уже мы такое сегодня видели. Ну и заходит, заходит первый, заходит второй. Здесь вот так, если гад разбеется, гаду даблкил оформляет. И есть заход по бету, хороший фрак от Велебуха. И 3 в 3. Передоз также взрывает ещё одного. Там же у нас в 8-ке пионер также погибает. И походу, это ещё одна серия дополнительных раундов. Тимоха, 1 в 3 остаётся. Прекрасно, я думаю, уже понимает оппонент, что Тимох находится именно в доме. Или нет? Или не понимаю. Невада убегает вообще подальше. А тут Невада с 0. Да, ну что, 3-0-3-0 у нас. Итого 12-12. Теперь с меда старого. Да. Это действительно гранд-то гранд-финал. Вот кто должен был играть в план-финалы. А не как там 10-3, 10-1, 10-3. Команды в ЛТ-3-зи-джерф играли. Вы идите с геймер. Вот где гранд-финал. Ну и о прайзинге. Сейчас имеет все шансы. На плюс морали, в принципе, затащить на этой карте и выиграть 3-1. Но здесь уже, как минимум, команды по-любому заслуживают определенного внимания, аплодисментов. Неистовая форма, пишет передоз. Да, действительно, карта оказывается очень интересной. Ну и будем смотреть, как ребята сейчас будут отыгрывать вторую серию дополнительных раунгов. Конечно же, никто не хочет, точнее, никто из фанатов команды аплодисментов и сами аплодисменты не хотят переходить на пятую карту. Предпочтительно закончится здесь. Но с этим не согласны 5-2 элемент и их болельщики. Ну что ж, ну а мы будем, конечно же, на посредственной стороне, на нейтральной стороне, будем наслаждаться поэмланком и надеяться на пятую карту. Цыгана снова будет отыгрывать у нас агрессивную боковую, скорее всего, или же нет. И здесь похоже на фастальку. Хаешки закидываются, корп 59 хп. И это альфа. И это альфа. Здесь под бетон начинается неплохая перестрелка. Разменивают цыгана моментально. В двойке есть перестрелка. Ой, целых три игрока в бете находятся у нас. Передос неплохо работает по одному, чем можно закрывать всё-таки. Неваду. Под альфой и 3 в 3. Под бетоном находится также пионер, но здесь... Ой, если бы сейчас нашили по Тимохе, было бы вообще печаль. Ну, просто устанавливается плен. Под бетоном находится пионер. Аскен пойдет у нас в двойке. Есть перестрелка. Но там же с бетоном должен приходить пионер. Забирают. Но здесь остается один пионер. Пионер кладет пачку по 13-12 и по 17-ой трейдер просто должен играть на таймер. Куда ж ты идешь стреляться? Что ж ты делаешь? 5, 4, 3. Ну, вроде не успевает пионер, но... Так, это 13-12 за командой Апрайзинг. Молодцы, ребята, хороший раунд. Но здесь, на самом деле, еще одна секунда. Вот правда одна секунда отделяло сейчас взятый раунд для команды Фэк Элеменс. Ну, тем не менее, победителя не судят. Но все-таки я бы раскритиковал немножко Апрайзингов. И снова по боковой аркаду от цыгана. И его здесь, на этом раз, все-таки ждали. Это ошеломительный Альфа от Апрайзингов. Тимоха делает все-таки размен. 39 хп еще на его активе. Цена, смотри, трейдер. Минутную перемычку. А вот здесь Тимоха действительно находится в ловушке. Пытается из нее выбраться. Прорваться через бетон. Но здесь передост просто не... ...щадит никого. Аскен в Тэшке. А вот его-то здесь как раз и не ждут. Тара-тара-там-там-там. Тэшке находится последний игрок. Все, по нему не сформаться. Но можно более хитро было убрать, наверное, оппонент. Ой, какая пачка сладется, но... Аскен, конечно, заслуживает здесь перемычка. Была информация о перемычке. Но... Ой, ах, это была не перемычка. Но и Аскен, молодец. Пытался взять траут. Но 14-12. Ой-ой-ой. И снова 5 Альфов. Снова эта зловещая Альфа. Я даже не знаю, как бы переключиться. Поэтому давайте, наверное, посмотрим с такого ракурса, как все будет происходить. Откидывается Аркад на боковую. Невада там может сейчас плутить. А вот передоз. Подловил. На Аркаде у нас все-таки одного из своих оппонентов. Что же, под бетоном цыгана находится. И уже Альфа начинает постепенно подниматься. Вот Тимоха выходит просто на фрикварер. На ее голову по Геваде. Что-то передозит. А здесь под бетоном находится. Да ладно. Вот что-то происходит. Устанавливается бомба. И это 15-12 для команды Апрайзинг. Ну что же, будет ли все-таки еще один камбэк от команды 5 Elements или уже все-таки сдадутся? Ну, стоит отметить, что Апрайзинг я не просто поопытней своих оппонентов. Ну, а в целом 5 Elements действительно смотрится очень круто. Так, ну что. Так. 3 матч-поинта, 3 гранд-финал-поинта, называйте это как хотите у команды. У команды. Апрайзинг. Один раунд всего лишь с диффенси нужно высветить, чтобы забрать этот гранд-финал. Ну что, поехали. 5 Elements. Попытаются загамбэчить в очередной раз. Ну и попытка корпуса выйти на винты сейчас будет, но можно на нее посмотреть. Там стоит передоз со своей преданной берданочкой, которая его никогда не подводит. Ну и посмотрим, как он с ней справится. Сейчас, естественно, позиция очень хорошая, как он на атаку поро. Но берданки я бы отдал здесь преимущество, скорее всего. А вот и здесь перестрелял своего дежавю. Что, визави, какой уж дежавю, все заплетается язык. Ну что, попытка от Тимохи выход в Альфу сделать, но здесь 27 кп у него остается. Также на боковой цыгана попытается выйти, скорее всего, но... Пух решает отойти в двойку. Ну и правильно делает. В принципе, Аскен пойдет под бету. Игра Point Blank содержит сцены насилия и жестокости. В игре существуют возрастные ограничения. Так-то вот, малыши. Понятно. Кому нету 18, и кыш из игры. Дети. Кому нету 18, то быстро отошли от монитора. Аскен все-таки работает неплохо. Опять же, по своей короночке. На мост прокрался. Также занял позицию в доме. Ну и будет штрафовать теперь перемычку, скорее всего. Да, штрафует, но не надо отвечать. Так, кстати, тоже минусом. Ой-ой-ой-ой. У Тимохи могут быть проблемы. У него 27 хп на счетчике второе. И его Невада здесь хоронит. Это 3 в 2. Ну что же, только Пионер и Аскен. Главные надежды сейчас своих оппонентов. Точнее, своих ребят своего коллектива. А вот Передос уже с восьмерки просто нереально хлопучивает. Начинают свои жесткие-жесткие берданки. Пионер также был засвечен. Ну и что же, Аскен. Попытается что-либо сделать. Но здесь Передос уже. Здесь кузки должны приходить и убивать. Но нет, это 1-3. И 19 хп у Пионера. Это ГГ. Команда Апрайзинг. Побеждает в данном гранд-финале. И становится чемпионом битвы за август. И становится самой лучшей командой по версии арены 4G. За август прошедшего уже. Ну что же. ГГ. ПОНЕЮТЬ! Продолжение следует...